Здравствуйте! Мы представляем проект «Успешные практики в жизнь. Повышение потенциала инфраструктурных организаций для НКО». Проект реализует благотворительный фонд развития сообщества «Гарант» при поддержке фонда президентских грантов. В рамках проекта подготовлен цикл видеоуроков. И сегодняшний видеоурок проведу я, Алла Балашова, директор по развитию Ассоциации служения «Город Нижний Новгород». А тема нашего урока – модель центров активных людей как возможность привлечения сторонников. Очень часто некоммерческая организация оказывается в такой ситуации, что она много сил, энергии, времени тратит на то, чтобы удовлетворить потребности своей целевой аудитории. Она привлекает ресурсы для того, чтобы удовлетворить потребности своей целевой аудитории. Она привлекает внимание к проблеме целевой аудитории, чтобы привлечь ресурсы, чтобы удовлетворить потребность своей аудитории. А что же делает сама целевая аудитория? Она просто потребляет услуги социально-ориентированной некоммерческой организации. Сами люди, которых мы определили как нашу целевую аудиторию, не вовлечены в процесс качественного изменения своей жизни. Просто характер взаимоотношений между организацией и целевой аудиторией не предполагает такого участия. И такая форма работы имеет право на существование, и иногда только она и оправдана, тогда, когда представители целевой аудитории реально ограничены в возможностях. В возможностях передвижения имеют ограничения здоровья или живут на территории, в которой отсутствует некая инфраструктура, которая позволяла бы им решать какие-то свои проблемы самостоятельно. Но очень часто целевая аудитория реально имеет потенциал для того, чтобы включиться в этот процесс, для того, чтобы самим что-то начать делать для себя, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Но, еще раз повторяю, характер взаимоотношений между некоммерческой организацией и целевой аудиторией не предполагает такого участия. Мы придем и все за вас сделаем. Мы придем и все наладим. Мы придем и все покажем. Мы придем и все изменим. А вы будете просто пользоваться плодами нашего труда. Такая форма работы достаточно распространена в практике некоммерческого сектора. И, конечно же, любая организация имеет право выбора, как ей работать. Но нужно иметь в виду, особенно сегодня, особенно в наше время, что не включение целевой аудитории в деятельность, которая направлена на улучшение качества их жизни, приводит к тому, что результат наш, общий результат нашей работы, недостаточно очевиден. Он не удовлетворяет ни нас, ни сообщество, которое наблюдает за деятельностью некоммерческих организаций. Более того, он часто не удовлетворяет и саму целевую аудиторию. Потому что, когда она приходит на все готовое, всегда есть возможность сказать, что вы приготовили что-то не то, или что-то не так, или не в достаточном количестве. Только тогда, когда человек сам начинает хоть что-то делать для того, чтобы свою жизнь к лучшему поменять, изменяется его отношение и к процессу, и к результатам труда. Тогда он за них отвечает, и тогда все претензии адресованы в том числе и ему. И это другая ситуация и другой мотив для того, чтобы повышать собственную эффективность или делать что-то по-другому. Мы предлагаем модель центров активных людей в качестве решения вот этой прикладной задачи, именно потому что эта модель уже зарекомендовала себя на базе органов территориального самоуправления общественного, на базе учреждений культуры и в том числе на базе некоммерческих организаций. Она в основе своей имеет принцип разделения подходов к решению социальных проблем. С точки зрения людей, которые являются носителями этих проблем или вовлечены в эту проблему, как в ближайшее окружение. Есть позиция пассивная. Пусть они это сделают, это их обязанность. То есть ответственность за изменение их жизни перекладывается на какие-то государственные или муниципальные структуры, которые в этой сфере работают, или на некоммерческие организации, которые работают в этом поле. Другой личностный подход заключается в том, что если я хочу, чтобы что-то изменилось, чтобы что-то было, я буду сам или сама делать это. И очень важно, чтобы как можно больше людей некоммерческая организация смогла вовлечь именно во второй сценарий, когда человек хоть что-то по мере сил делает для себя сам. Мы говорим про внедрение модели центров активных людей в деятельность некоммерческой организации именно с точки зрения выстраивания взаимоотношений между организацией и ее целевой аудиторией. Очень важно, чтобы целевая аудитория была соратником общественной организации в решении ее проблем, чтобы целевая аудитория участвовала в преобразованиях. Тогда, во-первых, огромный ресурс включается в эту деятельность, ну и собственно характер этой деятельности меняется, потому что определяют ее содержание, в том числе и в первую очередь, те, чью проблему назначено решать. Несколько слов о том, каковы преимущества использования этой модели на территории, где работает некоммерческая организация. Не будем долго говорить о том, что если активно используется внутренний ресурс территории, то это способствует ее социальному и экономическому развитию, просто потому что больше ресурсов. Из-за того, что большее количество людей вовлечено в изменение качества жизни, изменяет, понимая, к чему нужно идти, какие реальные потребности испытывает население, его отдельные группы, результат вот этой работы по улучшению качества жизни, он более очевиден, более весом. В тот момент, когда больше людей, носителей проблем включаются в ее решение, возникает содружество, совместная коллективная деятельность, которая позволяет не просто решать проблемы, но и налаживать внутренние горизонтальные связи внутри сообщества, а тем самым улучшается социальный климат и формируются позитивные взаимоотношения внутри сообщества. Можно говорить даже о стабилизации демографической ситуации, потому что если человек меняет что-то на той территории, где он живет, улучшает свою жизнь и своих соседей, и ему нравится там жизнь, то у него не возникает желания уехать отсюда. Можно даже говорить о усилении туристической инвестиционной привлекательности территории, если на ней живут люди, которым нравится там жить и которые все делают для того, чтобы жизнь становилась все лучше и лучше, туда хочется приезжать, туда хочется вкладываться, там хочется отстаться. Для чего использовать модель ЦАЛ самой некоммерческой организации? В первую очередь для расширения сферы профессиональной деятельности. Вместе с новыми людьми, с новыми подходами, с новыми идеями профессиональная деятельность становится более насыщенной, более содержательной, появляются новые направления. Таким образом, привлекаются новые потребители и услуг некоммерческой организации, новые пользователи тех сервисов, которые возникают. Это люди разных возрастов, разных социальных групп, и тем самым востребованность организации, она тоже увеличивается. Используя принцип центров активных людей, который позволяет самим носителям проблемы предлагать свои решения и реализовывать эти решения, а собственно в этом и заключается принцип центра активных людей, мы таким образом привлекаем дополнительные, организационные, информационные и прочие другие, включая всякие уникальные ресурсы. За счет того, что огромное количество людей вовлекается в процесс решения насущной социальной проблемы, повышается известность организации, повышается ее статус, она становится поистине общественной. И благодаря тому, что эти новые ресурсы приходят и аккумулируются внутри организации, укрепляется ее позиция, организация не только сохраняется и укрепляется, но и развивается. Зачем это сотрудникам некоммерческой организации? Ведь мы сами хотим работать, мы сами хотим решать эти проблемы, и нам кажется, что лучше нас никто этого не сделает. Во-первых, за счет возможности включения в такую деятельность самих носителей проблемы, которые не просто знают ее изнутри, но еще и понимают, каким способом она могла бы быть решена, расширяется наш круг близких по духу людей, потому что все мы заинтересованы в решении этой проблемы. Во-вторых, перераспределяется нагрузка, потому что если часть работы, связанной с решением социальной проблемы, берут на себя те новые люди, которые знакомы нам, но они в новом качестве к нам приходят, не просто как потребители именно, а как соратники и единомышленники, как сторонники, перераспределяется нагрузка и у сотрудников, и у волонтеров некоммерческой организации высвобождается время и руки для других дел. И поэтому объем работы, который может быть осуществлен в те же временные, например, рамки, он увеличивается. Это позволяет взаимообучаться и саморазвиваться. Именно такой подход позволяет нам получать новые опыты и новые понимания различных вопросов от тех людей, которые уже прошли этот путь. Это позволяет нам оставаться в эпицентре событий, потому что то, что происходит в процессе коллективного творческого труда, это как раз та жизнь, то самое яркое и самое живое, что происходит в наше время на нашей территории. И, конечно, это позволяет эмоционально подзаряжаться, потому что люди, которые вместе делают нужное дело и осознают значимость этого труда, и видят результат этого труда, и получают удовольствие от процесса, это прекрасная эмоциональная подзарядка и мотивация для дальнейшей деятельности. Каким образом принцип центра активных людей может работать на базе некоммерческой организации? Мы уже говорили о том, что принцип центра активных людей – это создание возможностей для того, чтобы люди сами включались в решение своих проблем, чтобы они сами предлагали решения и сами брались за их реализацию. А организация, которая выступает в качестве базы для этого центра активных людей, она предлагает свои ресурсы, она предоставляет те возможности, которыми она располагает, поддерживает эту инициативу, но ни в коем случае не делает это за людей. Вот ключевое отличие принципа центра активных людей от любых других подходов – это именно в том, что мы помогаем людям научаться и решать проблемы самим. Не делать за людей, не делать просто для людей, а делать вместе с людьми для них и для себя. Таким образом работает семейный центр ЛАДА в Нижнем Новгороде, который я хочу предложить вам в качестве примера, потому что уже много лет по принципу центра активных людей работает ЛАДА, и она, собственно, и начиналась как центр активных людей, просто они тогда про это не знали, потому что организация создавалась как клуб инициативных родителей, и заинтересованных в том, чтобы их дети росли здоровыми, умными и счастливыми. Это организация, которая много лет реализует различные программы поддержки семьи, причем семьи в таком глобальном понимании слова, не разделяя на полные и неполные, многодетные или малодетные и так далее. Этот центр поддерживает семью как ценность, семью как общественное богатство. И там огромное количество программ, многие из которых придуманы самими родителями. Но в какой-то момент сами сотрудники организации почувствовали, что они из семейного клуба, из родительского клуба, превратились в обслуживающую организацию, которая удовлетворяет запросы родителей на то, что бы они хотели получить для своих детей, даже в меньшей степени, чем для себя. И организация задумывалась о том, как можно развернуть деятельность таким образом, чтобы и потребности, и вот эти интересы были удовлетворены, и в то же время, чтобы родители сами включились в этот процесс, в создании каких-то условий развивающих для своих детей и для себя. И принцип центров активных людей, он просто вот пришелся как нельзя кстати. Как это простроено? Когда в очередной раз родители говорят, ой, было бы здорово, если бы у нас в центре было бы еще вот это, организация отвечает, отлично, вот есть пространство, у вас есть идея, пожалуйста, действуйте. Мы готовы предоставить место, мы готовы предоставить имеющиеся материальные ресурсы в виде дидактических материалов, каких-то там развивающих и так далее. Но и форматы содержания вот этой новой активности вы придумываете сами, реализуете сами. И в качестве примера реализации такой активности можно приводить огромное количество того, что происходит в центре ЛАДА. Например, воскресный семейный клуб или клуб любителей настольных игр, который был создан по инициативе родителей самими родителями и сейчас в режиме самоорганизации работает на базе центра ЛАДА. То есть по выходным дням семьи собираются, приносят с собой настольные игры, часть настольных игр есть в ЛАДе, часть они приносят сами, потому что настольные игры сейчас не очень дешевые и каждая семья не может иметь там весь список того, во что бы она хотела играть. А тут они приходят, они делятся на группы, играют дети с детьми, взрослые с взрослыми, взрослые с детьми. Они знакомятся с новыми играми, они устраивают самопрезентации, они устраивают какие-то конкурсы, чемпионаты. У них появились партнеры, которые показывают им, какие появляются новые игры, во что еще можно поиграть, там малоподвижные, многоподвижные, всякие разные, разновозрастные, которые позволяют не просто хорошо проводить время друг с другом, но еще и учат там и логике, и командному взаимодействию, и многим-многим другим полезным вещам. Так был создан туристический клуб, когда очень много возникало таких вопросов о том, что вот было бы здорово пойти в поход, но нет палатки, нет того, нет другого, а главное, нет понимания, как можно вообще пойти в поход с маленькими детьми. И центр «Лада» предложил создать такой семейный клуб, был разработан проект по обучению молодых семей навыкам семейного туризма в условиях нашей Нижегородской области. Среди родителей нашлись люди, которые занимались туризмом, которые изучили этот вопрос, которые провели мастер-классы друг для друга, которые провели вот эти пробные походы. И теперь каждый год, летом, разными группами, родители сами ходят, используя вот этот вот общий ресурс, там в виде палаток, там еще какого-то другого туристического снаряжения, которое имеется в «Ладе», но они сами организуются, то есть сами говорят, мы пойдем, сами организуют весь процесс, берут на себя соответственным образом ответственность за то, что будет происходить, учат новеньких, которые говорят, ой, а можно с вами. И это самостоятельная, самодостаточная деятельность родителей, которые свою инициативу реализуют в рамках деятельности семейного центра. Специалисты здесь, центр практически не задействован, они только выполняют какую-то организационную минимальную нагрузку, связанную с содержанием инвентаря, с графиками, кто когда может пойти, когда используется этот инвентарь и так далее. Появилась интеграционная гостиная, про которую нужно сказать отдельно, потому что был проект у «Лады» создания вот этого интеграционного пространства для семей, воспитывающих детей, инвалидов и были грантовые деньги, и все было хорошо, и работали специалисты, и очень хороший результат получили по окончании этого проекта, и оттаяли мамы, мамы, которые поначалу просто отдыхали в тот момент, когда с их детьми занимался специалист. Они друг с другом разговаривать начали только через несколько недель после того, как начали заниматься в рамках этого проекта. А потом и возникли какие-то очень приятные эмоциональные связи, они начали общаться, они начали задавать друг другу вопросы, они начали рассказывать, кто как решает насущные проблемы, бытовые в том числе и всякие разные. Они работали, с ними тоже работал специалист, они работали в группе психологической поддержки. И все было здорово до того момента, пока не кончились грантовые деньги. А сохранить вот эту площадку, сохранить эту интеграционную гостиной очень хотелось. И Центр ЛАДА поступил именно как Центр активных людей. Каким образом? Они сказали, что мы готовы предоставить специалистов, которые будут продолжать работать с детьми. И даже можем организовывать встречи со специалистами для родителей, но у нас нет возможности администрировать этот процесс, потому что у нас нет свободных специалистов, у нас нет денег для того, чтобы кого-то нанять. И если это интеграционная гостиная, мы хотим, чтобы она сохранилась, важно, чтобы кто-то взял на себя вот эти организационные моменты. И поначалу была такая пауза, когда никто, ни родители, ни специалисты не предлагали никаких решений. И в какой-то момент просто одна из мам спросила, а что нужно делать? Если нужно обзванивать, то я могу. И другая мама сказала, и я могу. И оказалось, что они готовы и самоорганизовываться, и сами свои графики там соблюдать, друг друга обзванивать, и взаимодействовать с Ладой на предмет поиска специалистов для встречи с родителями, и так далее. То есть сейчас это такая классическая группа самопомощи, которая работает на базе семейного центра, которая организована самими клиентами некоммерческой организации для удовлетворения тех потребностей, которые у них существуют, за счет внутреннего ресурса, в первую очередь, при минимальной поддержке семейного центра. И в этом огромнейшая заслуга семейного центра, именно как центра активных людей. Но есть огромное количество других примеров типа семейного букросинга, когда люди сами обмениваются книгами, и художественной литературой, и методической литературой, и всякой специальной литературой, не вовлекая в это сотрудников, не нагружая этим сотрудников, более того, вовлекая их только в качестве тоже, как родителей, в обмен этими знаниями и всеми методиками, которые сейчас востребованы. Это тоже тип самопомощи, тип взаимопомощи, который достаточно распространен. Просто здесь есть вот эта опция, что люди делают сами для себя, минимально используя ресурс некоммерческой организации, и наполняя при этом содержательно деятельность этой организации. Точно так же организуются родительские елки, это когда организуются специальные праздничные, но это могут быть не только елки, потому что не только Новый год у нас существует в жизни, но тем не менее, когда все вот эти праздники делаются не силами привлеченных аниматоров, за которых нужно платить деньги, и не силами сотрудников, которые тоже там тратят свое время на это и силы, а когда вовлекаются родители, когда сам процесс подготовки этого мероприятия, это тоже сплочение и команда образования, и внутренние ресурсы, и костюмы, и сценарии, и какие-то там творческие решения, и когда сами родители играют эти роли, и детей старших вовлекают в качестве персонажей в эти праздничные представления, и тем самым получают прекраснейший, да, очень важный практический опыт самоорганизации праздника, который они могут использовать и в кругу друзей, и в кругу своей семьи, и где-то в школе, где учатся их дети и так далее, то есть это прекрасная практика, которая позволяет решать многие-многие вопросы, и это тоже за счет того, что люди делают сами для себя, потому что, конечно, можно было бы заказать елку, привезти туда детей, и потом рассказывать, почему эта елка не самая лучшая в жизни, потому что где-то там что-то не так, а когда сам делаешь, все так, а если что-то не так, то ты сам за это отвечаешь. И еще один пример, это благотворительная акция «Добрый дедушка Мороз», когда самих родителей вовлекали в качестве волонтеров Дедов Морозов и Снегурчик для того, чтобы ездить и поздравлять на дому с Новым годом, ребятишек с такой тяжелой инвалидностью, которые не ходят даже на социальные елки по состоянию здоровья. И это как раз история про семейное добровольчество, про него можно говорить отдельно, но это тоже решение проблемы за счет самих клиентов. То есть в данном случае клиенты решали не свою проблему, но они поддерживали деятельность организации, становились ее сторонниками в решении той социальной задачи, которую организация обозначила. Если опыт этой организации или опыт внедрения модели Центра активных людей в деятельность некоммерческой организации вас заинтересовал, подробно можно познакомиться с этим и в Центре ЛАДА, и у нас в Центре развития общественных инициатив Ассоциации служения в Нижнем Новгороде. Наши контакты можно найти в интернете, мы доступны и готовы отвечать на все вопросы. Это очень важно, чтобы мы, осознавая преимущество такого подхода, когда люди все-таки сами что-то делают для себя, были готовы к тому, что это произойдет не сразу. И нужно быть готовым к тому, что и мы-то, собственно, в такую активную социальную работу тоже пришли не сразу. И очень важно пройти этот путь и поддержать людей на этом пути, наших клиентов, для того, чтобы они созрели, для того, чтобы делать что-то самостоятельно. Потому что с самого начала мало кто готов сразу что-то делать. Большинство людей находятся в начальной позиции во мнении, что они не будут это делать, потому что они не умеют, потому что они никогда этого не делали, потому что это странный такой опыт и так далее. Но если помочь им понять, зачем им это нужно, почему можно и нужно делать это самим, если поддержать их в понимании, каким образом можно это сделать, поддержать на начальном этапе, то через не самое длинное время, хотя и не самое короткое, наши клиенты пополнят ряды наших сторонников и волонтеров, потому что они почувствуют почувствуют вот этот вот позитивный отклик от того, что они делают сами для себя и для других. И вот этот вот позитивный опыт этой общественной деятельности, своей включенности в решение, в том числе и своих проблем, и проблем таких же людей, как они, он совершенно меняет отношение человека к жизни. Люди чувствуют свой потенциал, люди понимают, что они не одни, люди чувствуют себя внутри сообщества, они чувствуют поддержку, и это позволяет им наполнять вот этот вот коллективный процесс творчества своей энергией, своими знаниями, и результаты они, конечно, впечатляют и вдохновляют. Я еще раз повторюсь, что более подробно об этом можно узнать у нас в Центре развития общественных инициатив Ассоциации служения. У нас работает сеть центров активных людей. Если вас заинтересовала эта методика, и вы хотите попробовать внедрить ее в свою практику, мы будем очень рады и готовы вам помочь в этом, рассказать все, что мы знаем и умеем, присоединить вас к нашим проектам и к тем активностям, которые связаны с деятельностью сети центров активных людей. Добро пожаловать в сеть! Мы очень будем рады, если вы к нам присоединитесь. Пользуйтесь, это прекрасная методика, она хорошо работает, и она не просто облегчает жизнь, но наполняет ее новой энергией. Огромное спасибо! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok